Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Алексей Колчин и наш сегодняшний ролик посвящен раскрытию тайн, можно сказать, разоблачению того, как закон Бернулли проявляет себя при реальных течениях жидкости и газов по трубам переменного сечения. И нас часто упрекают в том, что мы рассказываем об идеальных теоретических моделях из учебников, о, можно сказать, повадках и образе жизни сферического коня в вакууме, а о том, как реально протекают физические явления, мы недостаточно рассказываем. Но все-таки, перед тем, как описывать реальные явления, нам нужно вспомнить идеальную модель течения жидкости и газов по трубам переменного сечения. Ну, при этом жидкость мы считаем, во-первых, не сжимаемой, а во-вторых, и главное, не имеющей вязкости. Закон Бернулли — это закон сохранения энергии для идеальной жидкости. Он утверждает, что при стационарном течении сумма плотностей всех видов энергии вдоль линии тока остается постоянной. Для горизонтальной трубы сохраняется сумма плотности кинетической энергии, ровая квадрат пополам, и потенциальной энергии, плотность которой равна давлению P. В трубе переменного сечения скорость жидкости тем больше, чем меньше площадь сечения трубы. Поэтому в самом узком сечении, где скорость самая высокая, плотность кинетической энергии будет самой большой, и давление будет самым низким. А в двух равных по площади сечениях на входе и на выходе давление будет одинаковым и самым высоким. Это мы и проверим сейчас в эксперименте. И с этой целью мы собрали вот эту установку. Взяли два пластиковых одноразовых бокала для шампанского, отрезали им донышки, склеили их друг с другом и получили вот такую трубу переменного сечения. Но в один конец этой трубы вставлен шланг пылесоса, который будет работать на выдув, а снизу в трубе сделаны отверстия, в них вставлены четыре трубочки. Концы трубочек погружены в воду и тем самым, когда если давление в трубе меняется, то вода в трубочках или поднимается или наоборот из трубочек будет выдуваться в воздух, если давление больше атмосферного. А еще в сосуд вставлена широкая металлическая трубка. Она нужна для того, чтобы быть уверенными, что во время эксперимента давление внутри сосуда равно атмосферному. И не получится так, что воздух из одних трубочек загоняется внутрь сосуда и загоняет воду в другие трубочки. Я включаю пылесос и постепенно наращиваю поток воздуха. В двух центральных трубочках вода поднимается все выше и выше. Это означает, что давление в самом узком месте трубы действительно сильно упало. В самой правой трубочке давление тоже упало, но не так сильно. Оно и понятно, сечение трубы здесь больше, а скорость потока меньше. А вот в самой левой трубочке вода не только не поднялась, но воздух из нее пробулькивает воду. Значит давление здесь даже выше атмосферного, хотя сечение трубы несколько меньше, чем у самой правой трубочки. В чем же тут дело? А дело в том, что в теоретической модели идеальная жидкость движется по инерции, то ускоряясь, то замедляясь, но при этом она не испытывает никакого сопротивления. А в реальности воздух или жидкость, имеет вязкое трение и испытывает трение о стенке трубы. И ему приходится преодолевать это трение. Ну и поэтому нам и нужен пылесос, который повышает давление с этой стороны. С той стороны давление, конечно, при этом остается равным атмосферному. Ну и таким образом у нас накладываются два эффекта. С одной стороны давление понижается в узкой горловине за счет действия закон обернули. А с другой стороны давление перед горловиной должно быть больше для преодоления вязкого трения. Ну и в итоге мы имеем то распределение давлений, которое мы видели на опыте. А теперь наступило время нашего традиционного заключительного вопроса. И он будет таким. Сейчас я включу пылесос не на выдувание, а на всасывание. Но прежде чем я это сделаю, вы можете написать в комментариях, что вы ожидаете увидеть. В каких трубочках вода поднимется, в каких может быть начнет воздух пробулькивать через воду. Ну и сейчас мы проверим ваши предположения. Я включаю пылесос на минимальной мощности, а вода в двух левых трубочках сразу поднимается почти до самого верха. В правых трубочках вода тоже поднялась на некоторую высоту. Ваше объяснение этого опыта пишите в комментариях к этому ролику на ютубе.